7.20 на часах, а значит пришло время прогноза погоды. Дмитрий Хаустов уже на прямой связи. Дима, доброе утро. Ждем. Доброе утро, Ваня. Доброе утро, уважаемые телезрители. С удовольствием расскажу прямо сейчас о погоде на сегодня и на ближайшие 4 дня, чтобы сделать планы. Итак, сегодня на метеоусловии в Москве начнет оказывать влияние теплый сектор циклона, который устремится затем на север Европейской России. Облаков небе на столице стали больше, но вероятность дождей пока невелика. Температура воздуха останется гораздо выше климатической нормы. Днем переменная облачность без осадков. Температура плюс 28 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3 метра в секунду. Отпосленное давление почти в норме 750 миллиметров ртутного столба. И как сообщают нам специалисты из центра погоды ФОБОС, этим утром у нас плюс 14, днем плюс 28, вечером плюс 22, ночью плюс 15 градусов. Завтра в среду в теплом секторе атлантического циклона показания термометров останутся выше климатической нормы и по-прежнему без существенных осадков. На протяжении всего дня москвичей и гостей столицы ожидает сухая, весьма комфортная погода с температурой плюс 26 градусов. Ветер будет дуть юго-восточно со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба. В четверг по территории столичного региона скользнет холодный фронтальный раздел, сопровождаемый короткими ливнями, локальными летними грозами. Плюс 23, обещают нам синоптики, в пятницу. На фоне небольших дождей температура воздуха еще будет удерживаться в пределах, точнее даже выше климатической нормы. Плюс 25 градусов. Ну и наконец в субботу, в праздничный день 1 сентября, в день знаний, растущий атмосферное давление будет способствовать прекращению дождя. А пришедший в регион относительно холодный воздух начнет постепенно прогреваться. Днем плюс 24 градуса. Вот такая погода на сегодня и на ближайшие 4 дня. Напомню, сегодня очень жаркий день. Плюс 28 градусов. Ваня, о погоде у меня все. Передаю тебе слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...